Добрый день! Хочу рассказать вам о телефоне Nokia 112 после 5 лет использования. Купил я его в 2012 году, сейчас в 2017. И вот что с ним произошло. Вы видите, что облезла на нем вот эта вот краска вся. И несколько поцарапалась вот эта вот камера. А как раз на ней даже небольшая полосочка образовалась. С другой стороны, я сразу не стал снимать вот это вот стеклышко, такую пленочку. Защищал телефон, но так как он находится постоянно в каком-то месте, в кармане, в сумке, то вот это вот стекло царапается. К микрофону и к динамику претензий нет. Однажды у меня даже этот телефон тонул и после того, как он высох, он продолжал работать. Камера здесь 0,3 мегапикселя. Телефон разбирается, для этого можно подцепить его в удобном месте сбоку. Легко вот эта крышечка снимается. Периодически я ее иногда мою, чтобы здесь грязь удалить. Аккумулятор держит заряд примерно неделю-две. Две это если вообще не звонить. Дальше он не вспучивается. Никаких претензий нет к этой батарейке, то есть эта родная батарея уже больше пяти лет сложит. Здесь у нас слот есть для сим-карты. В принципе, я этим даже телефоном фотографирую какие-то небольшие детали. Качество, конечно, отвратительно этих фотографий. 640 и 480. Внутри есть для сим-карты, что неудивительно, отмерстие. И сбоку тоже есть для второй сим-карты. Вот, то есть телефон я покупал за 800 рублей, по-моему. С тех пор он подорожал. Сим-карты работают обе, но когда ты звонишь, то вторая отключается. Соответственно, вот эту вот карту памяти можно так вот вытащить легко и положить. Кнопки здесь нормально нажимаются. Последнее время он стал медленно загружаться. И иногда некоторые сообщения почему-то не удаляются. Давайте пытаемся его включить, и вы можете засечь, сколько он включается в телефон. Чем он нравится? Именно то, что долго держит заряд. Зарядка его стандартная. Музыку по нему я особо не слушаю. Иногда он, когда фотографируют, фотография зависает при сохранении фотографии. И фотография получается в таком формате NRW. То есть ее очень сложно открыть, приходится ее конвертировать в другой формат. И там образуется такая нечитаемая серая полоска. После того, как он загрузился, некоторое время контакты недоступны. При принудительном вынимании батареи время сбрасывается с точностью до часа ближайшего. То есть он сохраняет где-то в какой-то памяти раз в час время. Поэтому приходится его настраивать. Например, сейчас он подвисает 15.00. На самом деле сейчас там 15.00, 28.00. Кнопочки, в принципе, нормальные. Живут ночью, чуть не реагируют. Вот. Вот такая споздала реакция, видите. 15.00. Пятерочка не реагирует. 15.00. 20.00. Сохранить. Дата и время установлены. Пара тем экранов здесь есть. Регулируется громкость звонка. Например, когда мои коллеги жаловались, что у меня слишком громко звонит телефон, я сделал его громкостью меньшим. Вот. И теперь это никого не беспокоит. Но при этом я сам его немножко плохо слышу. Вот. Таким образом данный телефон может быть рекомендован в качестве такой вот звонилки. Такой достаточно неубиваемый. Вот. Каких-то особых претензий, кроме вот того, что выглядит некрасиво, потому что облезает краска. Нет. Сделан он в Индии. Вот. Неказистый телефончик. Вот. Звук. Здесь микрофон. Конечно. В других обзорах есть информация о его функциональности. Там подробно рассматривают меню. Здесь, в принципе, оно стандартное для многих моделей телефонов. В начале даже какие-то были обновления данного телефона. Но сейчас вот до сих пор невозможно посмотреть контакты и фотографии. Он даже видео какое-то записывает. Можно передать либо все это по Bluetooth, либо через карту памяти, чем я сейчас и займусь. В принципе, до 32 гигов карты памяти он поддерживает. Размеры, вот они, стандартные. Остальные характеристики вы можете, я думаю, посмотреть по интернету. Вот. Рекомендую все-таки, конечно, к нему чехол прикупить, чтобы он вот так вот страшно не выглядел. Наверное, до сих пор где-нибудь на Алиэкспрессе продается. Всем спасибо большое за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова